В начале мая житель совхоза Василий Завершинский организовал велопробег для рассказовцев, прокомментировав дальнейший путь от места сбора. Екатерининская церковь, расположенная в микрорайоне Арженка. Василий, перед выездом расскажите о планах на сегодняшнюю поездку. Мы хотели бы посетить заброшенный пионерский лагерь, который находится за заводской речкой. Лагерь называется Сосновый городок. Сколько километров вы планируете проехать сегодня? Сегодня в районе около, ну может быть 10. Может быть чуть побольше. А самый ваш дальний маршрут каков? Самый мой далекий маршрут, это маршрут до Тамбова и обратно. Сегодня вы собрали столько человек, сколько и планировали или нет? Планировали мы больше собрать народу, но к сожалению сейчас все находятся на шашлыках и по всей видимости нет возможности отправиться в велопрогулку. Но я думаю в ближайшее время мы нарастим упущенное и соберется намного больше народа. На пути велосипедисты увидели заброшенное здание, историю которого вкратце рассказал проводник. Ранее это был купеческий дворец. По истечению данного купеческого дворца он перешел в собственность Рассказовской Церба. И здесь ранее располагался туберкулезный диспансер. А вы часто рассказываете о местах, через которые проезжаете? Да, конечно. Я стараюсь узнавать о них информацию и потом передавать нашим, так скажем, путешественникам. Доехав до назначенного места, Василий показал ближайшие строения. А что скажете об этой местности? Этот лагерь называется Сосновый городок. Ранее он принадлежал Арженской суконной фабрике. Что это за заброшенная конструкция? Ну по всей видимости этот корпус принадлежал для детей младших отрядов. Вот этот корпус, может быть, принадлежал для детей чуть постарше, а вон там здание столовой. Самая младшая участница Софья присоединилась к велопробегу впервые. Как тебе сегодняшняя поездка на великах? Я в этом году с ней впервые, мне все очень понравилось. А ты научилась кататься сама? Мне помогал мой папа. В каком возрасте это было? Не помню, наверное, в лет 9. Ты еще планируешь кататься вместе с этой группой? Ну да, хочу, очень ей понравилось. Монением о велопрогулке поделился друг организатора. Александр, вы часто вместе с Василием катаетесь на велосипедах? Мы как бы друзья по-дружески можем в любой момент поехать, покататься там. Так, конечно, хорошо с какой-нибудь группой еще собраться. Всегда приятно встретить новых людей, новых лиц. Вот, я вот на своем таком стареньком велосипеде даже по таким местам проезжаю. Он у меня хоть и дорожный, но видите, что по таким грязям тоже справляется вполне нормально. Ну а так, мне нравится на природе вот покататься. Эти птички чирикают, погода такая хорошая прям. Прям заряжаешься такой атмосферой хорошей, воздухом свежим дышишь. Вот, я думаю, это очень позитивно сказывается на настрой. Как бы приезжаешь домой, весь уже такой расслабленный, сны хорошие снятся. Узнать о следующих велопрогулках можно в соцсети ВКонтакте на странице сообщества VeloExtreme. Алена Аушева, Николай Теплов, The Volk, Горские порталы. Субтитры создавал DimaTorzok